Надежде Ивановне Кутузовой было 15 лет, когда она попала в фашистский концлагерь. Женщина вспоминает, что ее подростковая жизнь проходила под дулами винтовок и ударами плеток немецких охранников. Фашисты использовали трудоспособных пленных в качестве рабочей силы для ремонта дорог, по которым немцы отступали. При этом никто не заботился о бытовых условиях узников. И спали где попало. Или сарай, или где-то дорога. Вода, наломаем веточек, постелем. Утром встаем, все мокрое, даже замерзло. От такой жизни люди часто болели, одолевали и насекомые. То и дело кусали блохи, а на головах и в нижнем белье заводились вши. Но фашисты заставляли пленных работать, несмотря на состояние здоровья и погоду. Надежда Кутузова делится, что часто приходилось трудиться даже по ночам. При этом кормили узников плохо и всего два раза в день. В основном была похлебочка жидкая. Хлебушка давали грамм. По триста им, наверное, понимаешь, да? Нет, меньше. А разоставляли работать, это их 15 лет, лопатой и ломом. А вот Василий Петрович Лисин попал в так называемый детский лагерь смерти, когда ему было всего 9 лет. Мужчина вспоминает, что на небольшой территории стояло 12 бараков и столько же печей, в которых круглосуточно сжигали погибших. Фашисты заставляли несовершеннолетних узников работать на плантациях, а на ночь их заковывали в деревянные колодки. Василий Петрович делится, что только в 19 лет узнал, что такое белый хлеб, сахар и масло. Мы были зациклены только, все в голове стояло поесть. Остальное нас не интересовало. На территории трава была съедена, корешки были выкопаны, деревья были объедены. Подобных страшных историй множество. На сегодняшний день во Владивостоке проживает 98 бывших узников фашистских концлагерей. Они даже выпустили книгу «Непокоренные», где очень кратко рассказали о своей жизни в лагерях. Один раз в год те бывшие узники, кому позволяет здоровье, приходят на торжественный митинг в честь освобождения от фашистского гнета. Мы потрясены вот этой всей действительной жизнью. Нам, как все говорят, тяжело об этом. Уже кажется, вот дети, дети, ну что вы там, ведь дети, да, ружья не держали. Но мы совершали такой подвиг. Ужасы фашистских концлагерей закончились весной 1945 года. Но последствия от жизни в таких условиях остались навсегда. Это и воспоминания мук, и инвалидность, которую люди получали в молодом возрасте. Сегодня бывшие узники не могут вспоминать то время без слез на глазах. И делятся, что выжить им помогла молодость, выносливость и простая удача. За время существования концлагерей через них прошли 18 миллионов человек. 11 миллионов погибли. Среди них и герой Советского Союза Дмитрий Михайлович Карбышев. Его замучили в 1945 году фашисты в застенках лагерей. Именно поэтому к его памятнику каждый год 11 апреля приходят узники фашистских концлагерей Владивостока. Ирина Мокрецова, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.